Привет, друзья! Я нахожусь в раздевалке. Сегодня воскресенье. Знаю, у вас поздно. Но мы иногда играем по воскресеньям. Приехал чуть пораньше и вот решил с вами немножечко пообщаться. Кстати, хочу поздравить братьев украинцев с достойным выбором нового президента. Я считаю, это очень большой шаг. Это показывает, что в отличие от нашей страны все-таки выборы не фикция, существуют. И ясное дело, что за Зеленским, кстати, поздравляю его лично тоже, стоят определенные силы, люди, деньги. Но все-таки хочется верить, что это изменение и изменение к лучшему, к лучшему между двумя братскими народами. И конкретно не понимаю тех людей, которые говорят, а что комик может в политике. Друзья, если вы посмотрите на всю мировую политику, то вы поймете, что нет такого еще пока инструмента, института, который бы обучал политике. И не важно, кто придет на пост президента, с какой профессией. Главное, что у человека внутри, в душе и какой сам человек является. Естественно, определенные силы будут давить. Естественно, олигархи и прочая нечисть будут мешать. Но все-таки, друзья, тенденция и то, что это произошло, это очень и очень радует. Вот. Я смотрю сейчас плей-офф. Вы знаете, кто следит за хоккеем в Америке, в самом разгаре, в Национальной хоккейной лиге плей-офф. Чему нас может научить данный сезон? Научить он может тому, что, друзья, никогда не нужно никого бояться. Это первое. Никогда не нужно, на какое бы высокое место ты не взлетал, положение, забывать и считать себя самым лучшим. Что показал нынешний сезон? Посмотрите на Тампу Бейк. Честно говоря, я лично был уверен, что Тампа в этом году, выиграв чемпионат регулярный, с таким блеском, вытаскивая такие невероятные матчи с 0-3 вылазя, смогла продуть 0-4 в первом же раунде плей-офф. Друзья, как? Тем более, что в первой игре ребята вели 3-0. Вот что значит, друзья, настрой. Настрой тех, кто выбил Тампу. И посмотрите на тех, кто выбил Пин Спитсбург. Ведь это тоже последние лет 7, наверное, 5, так точно, это постоянные фавориты в плей-офф. Что доказывают недавние два Кубка Стэнли подряд. Никогда, друзья, не смотрите, не сравнивайте себя ни с кем. Особенно в таких игровых видах спорта. И уж тем более в таких вот видах, как фитнес, как бодибилдинг. Почему? Потому что ограничения все только у нас в голове. Все, что может случиться, только в голове. Возьмите пример моей американской команды. Последние два сезона мы так же, как и Тампа, выигрываем полностью регулярный чемпионат. Проигрывая там 2 игры, 3 максимум за сезон. И выходим последние два сезона в плей-офф. И в финале тоже ведем. И все равно проигрываем. Два сезона подряд, друзья. Но, конечно, 5 кубков у меня есть. Два в средней лиге. Два в низшей лиге. И один в такой серьезной хорошей лиге. Что тоже не может не радовать. Несмотря на то, что я все-таки мешок. Почему я люблю хоккей? Почему я играю в хоккей? Хотя первый раз на коньки я встал в 34 года. Это было страшно, больно смотреть. Я уставал нереально. Не то, что там какие-то 5 минут. Я пару бросков и я просто выдыхался. Но, научившись работать над собой, я сейчас довольно-таки неплохо играю. И что это показывает? Это показывает то, что если грамотно тренируешься, понимаешь, какие процессы протекают, происходят в организме, то ты можешь совмещать, казалось бы, несовместимое бодибилдинг и хоккей. Тем более, я вратарь. Вы знаете. Вот мой шлем. Один из лучших шлемов, что у меня был за историю. В Америке я смог себе позволить. 1000 долларов он стоит. Бауэр. Карбоновый. Невероятно легкий и очень удобный шлем. Не мог не похвастаться. Так вот. Если бы я был закрепощен, то я не мог бы хорошо двигаться в воротах. А то, что я все-таки неплохо двигаюсь, говорит о том, что шатауты у меня есть, что мои команды выигрывают. Ясное дело, что можно очень много пропускать, а твоя команда будет еще больше забивать. Но вы понимаете, что это не может происходить там постоянно и тем более на протяжении всего чемпионата. А еще тем более нескольких чемпионатов. Я в Америке играю уже 6 лет. Кстати, друзья, Америка, те, кто любит там обзывать людей пиндосами, на самом деле мы больше всего похожи именно с американцами. Не с европейцами. Обычный пример. Кто играет в хоккей, тот поймет. После нас в раздевалке в России остается нереальный срач. Никто нам за это не предъявляет. А в Америке то же самое. Мы оставляем после себя нереальный срач. Особенно американцы еще больше затирают раздевалку после себя, чем россияне, русские, как хотите. Но мы были с командой в Европе 7 лет назад. Ну и как обычно мы там не сильно насвинничали, но побросали после себя там бутылки. На полу валялись лента, валялась скотч. И что вы думаете? Мы уже сели в автобус. Нас остановили в автобусе. И сказали, что если мы не пойдем, не приберем в раздевалки после себя, то нам отменят все дальнейшие игры и больше вообще никогда не пустят на стадион. К чему я это рассказываю? Я рассказываю это к тому, что, друзья, поверьте уж моему 43-летнему опыту, я родился и жил в Молдавии 18 лет. 18 лет я прожил в России. Сейчас я живу 6 лет в Америке. Нет хороших, плохих наций, людей. Есть действительно люди говно. И поверьте, среди русских их тоже очень много. Среди украинцев, среди евреев, среди черных есть хорошие и плохие люди. Никогда не смотрите, какой человек национальности, веры. Нас так запудрили за последние десятилетия псевдопатриотизмом. Вот этой вонючей, извините, сегодня Пасха, но я не могу не сказать, что я не сторонник христианства, тем более православия. Это все созданы искусственно вещи для того, чтобы управлять людьми. И, к примеру, псевдомонгольская ига, да, возьмем, которого на самом-то деле не было. Что показывает история. Люди, кто грамотный, кто в этом разбирается, тот это видит. Это было для того создано, чтобы прикрыть то, каким образом христианство насаждалось на Руси. 90% Киевской Руси было просто вырезано, огнем и мечом насаждалось. Люди об этом не знают и не хотят знать. Поверьте, под этим видео, я когда выложу его на своем YouTube-канале, будет очень много говеных комментариев на эту тему. Но это моя точка зрения и, возможно, если вам интересно, я буду делать отдельные ролики на эту тему. Ставьте лайк, пишите в комментариях, что вы хотели бы услышать мое мнение и чтобы я более подробно, глобально порассуждал на эти темы. Лично мне это очень интересно. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, это тоже очень интересно. Друзья, ладно, люди потихонечку подтягиваются. Чтобы не было посторонних звуков каких-то, буду потихонечку закругляться, заканчивать. Всем продуктивной недели, оставайтесь позитивными, всегда верьте в себя. Запомните, что бы кто о вас не говорил, не думал, это никоим образом не меняет того, кем вы являетесь на самом деле. Только вы знаете, кто вы, что вы из себя представляете. Только ваши настоящие поступки показывают, кем и чем вы являетесь. Особенно это любят говорить девушки, да, по отношению к парням. Так что, друзья, увидимся, как всегда. Делитесь моими роликами в своих соцсетях, особенно теми, которые о тренинге. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok